Музыка может заставить человека плакать, то есть ассоциируя, само собой, с воспоминаниями какими-то. Оказывается, он творческая и тонкая личность. Умеет ли петь рэпер и видеоблогер Моргенштерн? Вот может же так человек. Почему все так хотят со мной дружить? Почему всем интересно, как дела и моя жизнь? Он управляет толпой своих подписчиков и программирует им мозг. Скажи, кукушка, давай. Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршип. Насколько хороши его вокальные данные. Рэп он читает бойко и креативно, в своем стиле и довольно манерно. Как по мне, он отлично читает рэп с чувством, с эмоцией. Вот может же так человек. Переверну вашу игру, где все ради хайпа нападутся путь. А вот насколько хорошо он поет, это мы сегодня и выясним. Это все, что останется после меня. Алишер поет миксом, хотя у него он довольно слабенький. Это все, что возьму я с собой. Но самое интересное и для меня приятно удивительное, так это мелодичность его голоса. Я не могу слышать, я влюблю это путь. Такой певучий и такой приятный голос. Редко у кого из рэперов такое вообще можно услышать. Он не читает рэп сухо и резко, брызгая слюной, как некоторые другие рэперы. Пытаясь как бы выдернуть эмоции у своего слушателя. Нет, в его голосе четко прослеживается приятная мелодия. А с хорошим текстом такой голос буквально вкрадывается к тебе в душу, пробуждает воспоминания, располагает к себе. И в какую-то минуту ты понимаешь, что ты уже доверяешь этому голосу, прислушиваешься к нему. Наверное, Алишер владеет какими-то тайными знаниями и техниками, с помощью которых он управляет толпой своих подписчиков и программирует им мозг. Я просто хочу вам доказать, что ваши кумиры не стоят ни капли. Музыка может заставить человека плакать. То есть ассоциируясь, само собой, с воспоминаниями какими-то. Вот почему в его голосе слышна музыка. Что же будет делать Юра с этой бедой? Опять напишет, типа, недостоин я его. Алишер хорошо держит ритм и придерживается основного тона песни. И кажется, что он или читая поет, или нараспев читает. Я хочу наконец-то побыть с вами честным. Заметьте, как прослеживается мелодия. Я хочу наконец-то побыть с вами честным. А другие рэперы, возможно, спели бы это так. Я хочу наконец-то побыть с вами честным. Слышите, половина мелодии уже пропадает Уже несколько нот пропало Нету этой мелодии в голосе А теперь вы спойте так же красиво, как и Лишер, эту строчку Я хочу наконец-то побыть с вами честно Спойте еще раз Я хочу наконец-то побыть с вами честно И это все шутки Это все шутки Ну и конечно же у него есть свои слабые стороны вокала У Лишера нет широкого диапазона И его музыкальный слух несовершенный Иногда он не попадает в ноту И бывает так, что его голос плавает по нотам Есть и приличные зажимы связок на высоких нотах Вплоть до срывов и петушков Но у него есть главное Своя манера пения Выделяющая его среди многих других певцов В его голосе нет специальных вокальных украшений Сам его тембр необычный Плюс он поет, направляя звук поочередно То в нос, то в носоглотку Причем в пении его небная занавеска практически закрыта Что делает его голос более отличительным и особенным Например, тогда, когда у вас заложен нос при простуде И вы говорите так У меня заложен нос, у меня насморк Нос у вас не заложен, вы просто в нос поете А вот когда небная занавеска закрыта, тогда у вас получится именно так Убедя заложен нос, убедя насморк Особенно ярко такая заложенность слышна на звуках М и Н ДОС Вместо Н вы слышите букву Д ДОС А на М БОЙ БОЙ Вы слышите звук Б Вместо М БОЙ ДОС БОЙ ДОС Убедя заложить ДОС Убедя ДАСБОРГ Вот сейчас ваша небная занавеска закрыта А теперь попробуйте вы так сказать Следите за тем, чтобы у вас получался такой же звук, как у меня Убедя заложен ДОС Убедя ДАСБОРГ Ваша очередь Давайте поучимся его манере пения Помните, звук направляем поочередно то в нос, то в носоглотку Как вам уже будет удобнее Но ваша небная занавеска практически все время должна быть закрыта И пусть в вашем голосе будет эта певучесть Ваша очередь Спойте еще раз Помните, так петь можно только тогда, когда вы поете в своей речевой позиции и негромко В противном случае на высоких громких нотах вы можете посадить себе связки и развить себе гнусалость Уничтожающую все красивые и яркие окраски вашего голоса Идеальный вариант для вас заказать консультацию, услугу вокального дизайна или курс обучения у Вероники Ворши Для этого свяжитесь с нами через имейл или социальные сети Ссылки вы найдете в описании под этим видео Если Алишер придет ко мне на консультацию или закажет курс обучения, тогда первым делом мы профессионально поставим ему голос Научим его петь миксом и пользоваться белтингом, чтобы он всем на зависть эффектно и круто спел песню Виктора Цоя «Кукушка» А также мы подберем ему парочку вокальных украшений и фишечек, хорошо подходящих к его тембру голоса, чтобы ярче очертить его манеру пения Итак, оценим вокальные данные Алишера по шкале Вероники Воршип Богатство тембра его голоса получает 8 баллов На низких и средних нотах его голос достаточно насыщен, но от средних и выше его голос теряет свое богатство Широта его диапазона 2 балла Диапазон его голоса небольшой Экспрессия и артистизм получают все 10 баллов Когда он поет, он в песне такой, какой он есть, ему хочется верить Очень растрогал меня прям Гибкость голоса получает 2 балла И ему тяжело переходить быстро на высокие ноты, особенно когда нужно петь громко Украшения и мелизмы получают 0 баллов У него их пока нет, а вот его манера пения получает 9 баллов Он смог выразить свой голос и сделать его узнаваемым Но в его голосе не хватает парочку интересных фишек и техник, чтобы сделать его манеру пения яркой и эксклюзивной Вокальный дизайн получает 0 баллов Сегодня мы его не разбирали Развивая ваши вокальные способности и раскрывая ваш вокальный потенциал, вы сможете найти вашу манеру пения и вашу индивидуальность И стать интересным, эксклюзивным и любимым вашей аудиторией, артистом Спасибо вам большое за просмотр! Пишите нам свои отзывы в комментариях под видео и в социальных сетях Вокальных вам успехов! И всеобщего признания! Субтитры сделал DimaTorzok